Это старая церковь, очень давнишняя, древняя, можно сказать, лет 300 ей, наверно. Ее строили из кирпича, который замешивали на куриных яйцах. Там внутри, в церкви, очень красивые росписи, но они, конечно, уже все такие потертые, но там очень красиво внутри, но ее, конечно, загадили во время советской власти, ну, нельзя же было это все, туда, короче, этот всякий мусор, хлам и всякие удобрения свозили. Как склад использовали. Лошадка была. В общем, съездила я в деревню, теперь еду обратно. Золовушка вышла. Какой-то туман сыром вдали стоит. В общем, папа продукты отдала. Ноутбук забрала. Басорубку забрала. Колеса оставила. Все. Ну, теперь со спокойной душой бегу обратно. Мне нужно вернуться до темноты домой, потому что Юля попросила мне еще раз посидеть с племянником. Она снова пойдет в мать квартиру. Еду сейчас по другой дороге обратно, по той, которую я люблю больше всего. Она более просторная, свободная. Ее все лето делали, и мне приходилось ездить по той загруженной трассе. Не люблю я эту дорогу. Сейчас приеду. Нужно будет быстренько кушать, приготовить. Маме продукты завести, которые она тоже попросила привезти. И ехать к племяннику. Он еще совсем маленький. Ему всего лишь 10 месяцев. И Юля немножко переживала даже, что он не будет со мной оставаться. Уже понимает. Хитренький такой мальчик. Но ничего, нормально, не ревел. Мы с ним вчера прям прекрасно посидели. Думаю, сегодня тоже хорошо будем сидеть. Заехала в город, и мне кажется, по городу я даже дольше еду, чем по трассе ехала. Там дорога была абсолютно свободная, вот эта новая. В общем, поехали. У меня мама живет. Ну, папа с мамой квартиры в соседнем доме от моего дома. Очень удобно. Мы когда квартиру искали себе, Машу, попала с квартиры, как раз в соседнем доме от моих родителей. Ну, и она еще и нам понравилась. Первый этаж у меня было условия. Потому что я натаскалась коляску, тяжелые продукты на пятый этаж, без лифта. И сказала, что я больше, выше второго этажа не полезу. В общем, первый этаж, как я и хотела. У нас есть пристроенный балкон с погребом. Далеко ходить не надо. В подъезд зашел, и сразу уже практически дверь. Моя дверь самая первая. Там коротенькая лесенка. Четыре там или пять ступенек. И все, я дома. Терпеть не могу этот перекресток. Такой тупой светофор поставили. Очень долгий. Мне кажется, это самый долгий светофор в суммах. Сейчас зеленый. Еще вряд ли мы доедем до поворота. Можно было, конечно, отсюда. Но вряд ли. Минус пять на улице. Меня всегда умиляют такие супермодные девушки, которые ходят зимой без шапки. Продолжение следует... Сюда, как вчера. Привотворилась в место. Так что мучиться не будем. Посидела с племянничком. Все, последний штрих. Приехала в ленту. Надо немного продуктов купить. Встав. Завтра из дома, наверное, не приду даже. Ребята, поздравьте меня. Мне одобрили кредит. Короче, я заехала в Инторадо сегодня. Вот сейчас только вышла оттуда. И выпрала молоку. Такой, какой мне нужный был. С хорошей системой. Синий такой. Ну, как бы не самый последний, конечно. Но один из самых хороших. Размер 14 дюймовый. Большой будет. Так что он будет компактным. Будет у меня вот так залезать. В общем, 4 декабря он должен уже приехать в магазин. Я его заберу. Просрочку мне одобрили на 24 месяца. Хотя в системе там у них заявлено. Это, думаю, будет КММ-17. Ну, вот так. Подумали и решили попробовать с кредитным специалистом. Она оттуда в 24. И мне одобрили. Удивительно. Хочу сказать большое спасибо всем, кто переживал, кто смотрит мои видео, и кто пожелал мне удачи, счастья, и, ну, скорейшего приобретения. В общем, я очень рада. Спасибо вам большое. Спасибо.